Издательство «Эксмо». «У тебя есть ты». Книга-тренинг о том, как помочь себе в сложных ситуациях. Маргарита Быстрякова. Читает автор. Внимание! Книга содержит ненормативную лексику. Манифест. Главный враг внутри нас. Этот враг — неуправляемость наших чувств. Чувств, разрушающих нашу личность, наши отношения, наши судьбы. Если бы Гитлер регулярно посещал психотерапевта, не случилась бы Вторая мировая война. Если бы Монтекки и Капулетти посещали группу по осознанному родительству, Ромео и Джульетта остались бы живы. Если бы Елена Прекрасная проработала свое нарциссическое расстройство, требующее сражаться за нее и доказывать ее значимость, не случилось бы Троянского коня и рек крови. Если бы Рузвельт справился с комплексами имания и величия, которые заставляли его меряться письками с другими державами, не случилось бы Хиросимы и Нагасаки. Когда мы научим весь мир справляться со своими эмоциями, навсегда исчезнут психосоматические заболевания, аутоагрессия, депрессия, насилие, самоубийство и войны. Когда во всех школах мира наравне с грамматикой и математикой будут преподавать эмоциональный интеллект, мы вырастим новое счастливое поколение людей будущего, мы вырастим планету, на которой воцарится гармония. Путь к исцелению — это внимание, направленное внутрь нас самих, внутрь каждого из нас. Там, за всеми кордонами внутреннего врага, все ответы и любовь. Предисловие. Слушать обязательно. Дорогой друг, если тебя сейчас разрывает, плющит, полощит, хреначит какими-то переживаниями, то ты, конечно, можешь промотать вперед до первой же практики, которая тебя интересует прямо сейчас. Но я настоятельно прошу тебя прослушать и все то, что записано до нее, ибо для того, чтобы пересобрать конструктор, необходимо понять, как он устроен, и разобрать его. Смекаешь? Итак, эта книга посвящена тебе. Только тебе одному слэш одной, кто слушает сейчас эти слова. Потому что больше никого на самом деле не существует. Все остальные приходящие и уходящие персонажи в твоем кино на дисплее твоей реальности. Да, ты можешь коснуться других людей через оболочку своей кожи, в их влияние на себя ты можешь верить или не верить, с ними можешь обмениваться какой-то информацией, даже детей рожать. Но все они приходят и уходят. Какими бы большими и значимыми они тебе ни казались, а ты остаешься. Только ты был в начале этой истории и будешь в ней до самого конца. Эта книга покажет тебе путь к жизни, в которой именно ты решаешь, какое кино смотреть на своем дисплее, в какой реальности жить. Нет, я не буду учить тебя зарабатывать миллионы в интернете, не выходя из дома. Я не расскажу, как хорошо выйти замуж или жениться. Я расскажу и научу, как справиться со сложными эмоциями и чувствами в тяжелых жизненных ситуациях и продолжить жить в радости. В том числе и в тех ситуациях, в которых кажется, что от тебя ничего не зависит. Эта книга о том, как проживать свою жизнь без психоэмоциональных запоров, жить ее здесь и сейчас, не залипая в переживаниях. Я не предложу тебе загадать богатство, квартиру или партнера. Много кто тебе это уже наверняка предлагал. Меня волнует то состояние, в котором ты живешь. Можно быть богатым и знаменитым, но опустошенным и одиноким. А можно быть наполненным и счастливым, независимо от того, дорогая ли у тебя машина, живешь ли ты в съемной однушке или в пентхаусе в центре города. Я хочу, чтобы ты был счастлив, умиротворен и наполнен, независимо ни от чего. И да, сори, в ней будет сленг, мат и местами юмор. Что это за книга? Эта книга состоит из некоторого количества теории и пояснений и множества моих авторских практик, практик, практик. Для работы с собой, для помощи себе. Не люблю семинары, на которых куча умной информации и минимум пользы, потому что текст без практики для меня мертвая болтовня. Я люблю тренинги, люблю индивидуальные сессии, где минимальная простая концепция и много опыта, в котором мы перепроживаем, перепрописываем файлы в своем сознании. Трансформируем свою жизнь из несчастной в счастливую, из неуправляемой в осознанную. Это книга-тренинг, книга-коуч-сессия, книга-путешествие в себя. Я постаралась написать ее максимально простым языком, так, чтобы помочь себе могли даже те, кто вообще впервые в жизни прибегает к такого рода помощи и кто никогда не был на приеме у специалиста, помогающий профессии. Кто я и почему имею право говорить об эмоциях и чувствах? Я актриса, личный коуч и тренер групп. Мои профессии напрямую связаны с эмоциями, в период написания этой книги я учусь на психфаке, а к моменту ее выхода, возможно, уже закончу его. Как я пришла в тему эмоций и трансформации? Привет, я Рита, сейчас мне 35. В 29 врач сказал мне, давайте пока не будем сообщать вашим родственникам, сначала выясним, операбельно или уже нет. Неспецифический язвенный калит. Из него дороги две. Смерть от рака или инвалидность. Я сидела в машине и рыдала. Дома меня ждала полуторагодовалая дочь, но у меня впереди была только гробовая доска. Через пару недель, глотая колеса, прописанные врачом, оправившись от шока, я поняла, что смерть — не выход. Смерть — это отрезвляющий пинок под зад. Не умирать, не вырезать половину кишок и сидеть остаток жизни на гормональных лекарствах, я не собиралась, и я стала искать, что же меня спасет. Спустя два месяца после того страшного разговора с врачом я уже была на строжайшей антинаучной лечебной диете в глубокой психотерапевтической работе и познакомилась с тем, что такое энергопрактики, тантра и все вот это вот. Работая с собой со всех фронтов, я каждый раз обнаруживала только одно — гнев. во мне было невероятное количество гнева на тот проект, в котором я тогда была занята, на начальника этого проекта, на себя, на то, что у меня нифига в этом проекте не получается, и еще до кучи был вагон гнева на мужа за то, что он любит меня не так, как я бы того хотела. Смерть — операция или все-таки контакт со своим внутренним адом? Что бы выбрали вы? И я пошла в этот адок. Я думала, что я просветленный, всепринимающий, медитирующий тренер, идеальная всепринимающая жена, а оказалось, что я просто сраная вытесняшка. Я просто вытеснила, выселила собственный гнев на задворке сознания, стыдясь его и осуждая. Но эмоции невозможно отключить, просто обесценив их. Это бомба замедленного действия. Мы можем их только отсрочить. Нам может показаться, я молодец, я сдержался, не выплеснул, и вот все хорошо. А через время нас просто рванет, и мы ни за что сорвемся на домашних, уйдем в запой, загул, заболеем, выгорем. Наши эмоции никуда не испаряются, когда мы их вытесняем, подавляем, отрицаем. Мой гнев, который я тупо сдерживала, делая вид, что я осознанная, позитивно мыслящая тренер, просто шандарахнул по мне самой. Я разрушала себя изнутри, как при подземных испытаниях ядерного оружия. Мое тело начало разрушать само себя, потому что я не давала этой энергии выхода. И мне ничего не оставалось, кроме как позволить себе этот гнев. Признать, что он мой, он есть. Я ни хрена не просветленная, неосознанная и вообще совсем ни разу не всепринимающая. Я проживала гнев в различных практиках, выпускала, трансформировала. Когда же он иссяк, под ним обнаружилась огромная обида. На мужа, что любит не так, как мне надо. На начальника, что заставляет делать то, чего я категорически не хочу. На ситуацию, в которой меня не ценят ни на работе, ни дома. Гигантская обида. Я работала с этими эмоциями около года. А когда я пришла на повторное обследование, врач-энтоскопист решил, что мне повезло, и гормональные лекарства помогли мне выйти в ремиссию без операции. И он очень удивился, когда узнал, что я уже почти год ничего не принимаю. И тогда я поняла то, что сегодня уже знают все. Эмоции живут в теле. Если их не выпускать, они разрушат тело. Позже, изучив море информации, я узнала, что, оказывается, низкочастотные эмоции, те, во время которых мозг излучает низкие и сверхнизкие частоты, все, что ниже 200 Гц, разрушительно действует на клетки иммунитета. Язвенный колит — аутоиммунное заболевание. То есть то, в котором иммунитет направляется против своего носителя. Я ободалась с болезнью около трех лет. Случались рецидивы. Сначала они длились две недели, потом неделю, а потом стали случаться однодневные, которые вообще невозможны при этой болезни. Возвращаться к лекарствам я не хотела, и мне приходилось миксовать техники и практики, чтобы удерживать ремиссию все дольше и дольше. В результате я составила максимально простой и работающий алгоритм работы с эмоциями, докопалась до центральной, глубинной точки, с которой и запускались те гнев и обида, и проработала эту точку. На момент написания этой книги, в 35, я нахожусь в стойкой ремиссии уже около трех лет, то бишь за эти три года у меня не было ни одного, даже кратковременного кровотечения, и мои анализы в полном порядке. Благодаря этой болезни я проснулась ото сна, в котором мозг, логичное и научное, рулят жизнью. Мое тело достучалось до меня не просто через боль, а через адскую боль, сильнейшие спазмы и кровотечения, длившиеся непрерывно около месяца. До какой же степени я не слышала свое тело, что ему пришлось так орать. Но я благодарна этой ситуации, потому что по-другому пробить мой забетонированный тогда мозг было невозможно. И теперь я, амбассадор эмоций в безэмоциональном мире логики. Субтитры создавал DimaTorzok